Давайте еще одну тему. Я провел интересные опросы, и думаю, что мы можем посмотреть их результат с вами. Сейчас открою опросник наш. Вот интересный опрос. Хотелось бы услышать ваши комментарии к нему. Значит, опрос номер один, который я провел. 2000... Сейчас я сделаю просто их скриншоты, чтобы вывести на экран. Самые последние результаты. Так. Так, давайте выводить и будем обсуждать. Глаз благовизоров, глаз народа. Действительно, для меня это глаз народа. Итак, первый опрос такой был. Чуть меньше сделаю. Лукашенко сказал, что полк Калиновского собирается вторгнуться на территорию Беларуси и бросить вызов режиму. Вы помните, мы с вами прожаривали Лукашенко, он действительно это сказал. Как вы считаете, как поведет себя в этой ситуации белорусский народ, армия и чиновники? 2600 человек проголосовали. И вот как разделились мнения. 6% считают, что народ и армия окажут отпор вторжению подлых калиновцев. 6% только. 22% считают, что народ встретит калиновцев как освободителей, а армия разбежится. То есть, не станет оказывать никакого сопротивления. То есть, пятая часть людей вот так считает. 65% достаточно серьезное большинство считает, что будут тяжелые бои с лукашистами. Что Губопик и все вот эти ребята, они, конечно, будут оказывать сопротивление. Но народ поддержит калиновцев. То есть, вот эти лукашисты, они будут сопротивляться, а народ калиновцев поддержит. И 7% считают, что армия перейдет на сторону полка Калиновского. То есть, не верят, что... 22% считают, что армия разбежится. И только 7% верят, что армия перейдет на сторону полка Калиновского. Вот такие результаты. В целом, люди считают, что народ на стороне калиновцев. То есть, если сложить все результаты, где народ на стороне калиновцев, будет 65% плюс 22%. Да, и плюс 7%. И только... То есть, 94%... В целом, 94% от всех проголосовавших считают, что народ на стороне полка Калиновского. И только 6% считают, что народ окажет сопротивление калиновцам. Интересный результат, я скажу вам. Но он говорит о том, что люди считают, что да, к огромному сожалению, без применения жесткого такого варианта, лукашисты власть не отдадут. Будут за нее синими пальцами, как это говорят, но держаться. Хорошо. Это был первый глаз народа. Давайте посмотрим второй глаз народа наш. Сейчас найдем. Вот и второй глаз народа. Тоже поменьше сделаю. Тоже интересный вопрос. Значит, обращение и речи в интернете. Которого из этих белорусских политиков вы слушаете больше других или постоянно? И тоже, ну вот понятно. 5% слушают и смотрят, что говорит Александр Лукашенко. Я здесь не как раз не в плане одобряйте, не одобряйте. Можно не одобрять, но смотреть и слушать. Правильно? Так вот, 5% более-менее на постоянке слушают и смотрят Лукашенко. Из нашей аудитории в интернете, подчеркиваю, да? То есть, потому что в телевизоре там все по-другому. Телевизор контролируется. В интернете есть выбор. Ты выбираешь, кого ты смотришь и слушаешь. Светлану Тихановскую слушают и смотрят 13% постоянно. Это немного. О, все-таки у национального лидера могла быть и получше статистика. 69% смотрят на постоянке и слушают Павла Латушка. Пока это самый, я так понимаю, популярный вариант. Да, люди смотрят и слушают Латушка активно. Зенона Позняка 11%, то есть примерно как Тихановскую, но чуть меньше. И 1% Валерия Цепкало. У него свой малюсенький, но верный клуб сторонников. Вот, у Цепкало 1%. Ну, не густо, я скажу. У Тихановской, да и у Позняка не густо. А то, что лидером настолько в интернет-просмотрах и всем остальном является Павел Латушка, для меня даже в определенной степени сюрприз. Интересно, 70% почти, много, много. Вот. Но если у вас какие-то другие варианты, пишите. Андрей, вы себя не добавили. Но я не политик. Я много раз разъяснял свою позицию. Я не человек, который... Политик – это человек, который борется за власть. Вот власть – это самое, наверное, последнее, что меня в жизни интересует. Я могу там что-то анализировать, я могу над чем-то смеяться, иронизировать с вами какие-то такие для себя, для вас сеансы психотерапии, ради бога. Но борьба за власть – это не ко мне, это не мое. Вот. Поэтому мне интересно, каких политиков вы слушаете. То есть, кто для вас авторитет среди тех людей, которые реально борются за власть. Вот. Ник Петров. Какие тяжелые бои. Вся эта дрянь разбежится после первых выстрелов. Я не понимаю, как 9 миллионов гнут спины перед одной-тремя тысячами мерзавцев. Так. Павел Минк. Народ будет бездействовать, а полк Калиновского будет воевать с армией Лукашенко. Такое мнение. Вик Полик задает вопрос. А на фронт до Калиновцев вся рота их чарги не ма? Каб худше вызволить политвязню. Только до комиссии? До грошил? Ну, пока вот туда чарга. qua вот такой возможен. Ладно. Ладно. Павел Минк.